И вот именно развивая ментальную силу, мы и очищаем свое подсознание. И в пределах развития ментальной силы сознание и подсознание объединяются. И вот это вот осознанное подсознание мы можем назвать сверхсознание. И вот пытаться ограниченными пятиорганами чувствами познать Вселенную, это уже слепо. А ум получает из этих ограниченных пятиорганов чувств информацию. И необходимо расширить до предела все пятиорганов чувств, и мы называем это просветление. Здравствуйте, дорогие! Вы на канале Тайны Жизни 2, и с вами я, его ведущая, Анастасия Овсянко. И сегодня мы в гостях у Дмитрия Лапшинова. Дима, здравствуй. В этом интервью мы поговорим, как управлять мозгом, умом и сознанием. Приятного просмотра. В чем разница между ментальной силой, фантазией и проекцией ума? Ментальная сила и фантазия. То есть сила фантазии как раз от ментальной силы зависит. Это как физическая сила, и этой физической силой можно поднимать тяжелые предметы. Вот физическая сила – это ментальная сила, а поднимать тяжелые предметы – это фантазия. То есть фантазия – это действие. Куда преломить ментальную силу? Хорошо. А вот проекции, в принципе, вообще такие, скажем, программы нашего ума. Вот если, допустим, разум, даже на тяжести можно привести пример, что сразу он бессознательно, у человека есть такая программа, что это тяжело, не нужно же пробовать, это сложно поднять и всё. И даже если там какая-то пушинка, это будет очень сложно, потому что есть такая программа в уме. Как пересекается ментальная сила и вот эти вот программы ума? Что будет выигрывать? То есть если ментальная сила сильная, и она, в принципе, может напитать фантазию и сделать действие, поднять, да, а в программе ума вот этого нет. Вот в этом как раз и есть ключик то, что у человека борется в сознании и подсознании. И чаще всего подсознание превышает, и мы ничего не можем добиться. Вроде бы ум что-то хочет сделать, реализоваться где-то там в своих действиях в социуме, но у него всё из рук валится, потому что на подсознательном уровне доминирующие программы сомневаются, не получится, это не моё и так далее. Я этого не могу добиться, и всё у нас разрушается. И вот именно развивая ментальную силу, мы очищаем своё подсознание. И в пределах развития ментальной силы сознание и подсознание объединяются. И вот это вот осознанное подсознание мы можем назвать сверхсознание. Осознанное подсознание. Да. Сначала оно бессознательное и управляет, а потом мы должны в нём осознаться. В одних традициях это называют турья либо самадхи, смотря как глубоко мы в подсознании осознались. Такой вопрос. Осознать подсознание означает ли это понять все законы мироустройства? Да. В том числе и себя самого? То есть ты видишь, как устроена система? Да. Возможно ли это каждому человеку? Если душа у человека лежит, остаётся второй ингредиент, знать, как это сделать. Любое достижение из трёх ингредиентов состоит. Это основа, путь и плод. Основа — это знание, как этого добиться. Путь — это не лениться, а применить знания в действии. И применять знания в действии будет опыт. Вот в осознании бессознательного какую роль занимает мозг? Он помогает или он, наоборот, мешает? Однозначно. Нет, он помогает. У человека мешают только ложные знания, в которых мы запутались, которые сами себе навязали, и уже создавая новую игру поверх недоигранной старой игры. И такие разрывы создают кармические перевоплощения. А недоигранная старая игра — это означает в прошлой жизни какой-то недоигранной игры? Или что ты имеешь в виду? Если говорить на масштабном, в прошлой жизни, а так у человека и в этой жизни одно недодело начинает новое, одно недодело начинает новое. Это благо, когда старое действие становится неактуальным сейчас. А другое, оно актуальное, но у человека лень, либо кто-то соблазнил на другое, вырисовали таблицу приоритетов и двигаемся в своем приоритете, но тут соблазн вторичное преодолел, и мы пошли на поводу своих низменных ценностей. И тоже наложили уже новый игру поверх старой, недоигранной. По-разному. Что касается мозг, помогает или не помогает, однозначно помогает. Ментальная сила – это способность собирать внимание 100%. И такое стопроцентное внимание называется ясность, сила, ясность. И если у человека несбалансированный полушария мозга левое-правое в дисбалансе, тогда внимание рассеянное. Это одно качество внимания, слабое внимание. Когда мы сбалансировали полушария мозга, тогда внимание собирается, становится ясным. То есть внимание – два аспекта. Рассеянное и ясное. Рассеянное – это внимание смешано с умом, с умозаключениями, с эмоциями, со страхами, с сомнениями и с подсознательными программами. А ясность – это свободное от всех этих ядов. И для того, чтобы от этого перейти рассеянного к ясности, человек балансирует полушария мозга. Прежде чем я задам про сбалансировку вопрос, хочется понять разницу между мозгом, умом и разумом. Это все одно и то же? Ну, мозг – это орган. У этого органа есть разные зоны. Но вообще мозг – это сложная система. Она не только у нас в черепной коробке находится. У нас есть три мозга. Первый мозг находится у нас в черепной коробке. Это левое-правое полушария, лимбический отдел головного мозга, рептильный отдел головного мозга. У него есть зеркало, его отражение – это кишечник. Кишечник – это вывернутый наизнамку мозг. Он даже похож на наш мозг головной. И вот все, что мы закидываем себе в кишечник, попадает в наш внутренний диалог. Поэтому, если у человека идет на поводу своих вкусовых рецепторов, у него и возбуждается ум. Если человек постно питается, у него успокаивается ум. И вот наш кишечник настолько сложная система, у него настолько вся полностью нервная система, как и во всем организме вместе взятым. В нашем кишечнике даже есть своя нейронная связь, как в головном мозге. И вот первое, прежде чем заняться ментальными практиками, ментальной силой, медитациями, мы должны очистить первый мозг. Первый мозг – это кишечник. После того, как мы очистили первый мозг, у нас успокоился верхний мозг, головной. И мы уже начинаем более быть продуктивными в ментале. А когда развили ментал, у нас активируется третий мозг. А третий мозг – это то, что объединяет нижний и верхний. И это сердце. Это сердце объединяет и небо, и землю, и головной мозг, и кишечник. И так человек становится чистым. И вот три мозга надо развивать. И поэтому ум, разум, интеллект, он зависит сразу и от кишечника, и от головного мозга, и от сердца. И по большому счету, если говорить казачьей терминологией, то ум получает информацию, разум анализирует, делает выводы и складывает это в багажник, в интеллект. Но как бы умом мы не пытались поднять Вселенную, мы ограничены и обречены на ложь. Так как ум получает информацию через пять органов чувств. А пять органов чувств у человека ограничены. Допустим, из всего зрительного диапазона, от инфракрасного спектра до ультрафиолетого, человек видит лишь маленький спектр. Звуковой диапазон от инфразвуков до ультразвуков, человек тоже слаживает лишь маленький спектр. Допустим, в прайде Львов находимся, и перед нами вожак Лев зевнул, пасть открыл, и мы даже ничего не услышали. Но в радиусе двух километров его прайд Львов услышали, и прибежали на подмогу, а мы даже этого не услышали. Мы в разных диапазонах слышим, видим и так далее. И вот пытаться ограниченными пяти органами чувствами познать Вселенную, это уже слепо. А ум получает из этих ограниченных пяти органов чувств информацию. И необходимо расширить до предела все пяти органов чувств, и мы называем это посветление. И вот, в принципе, отличие. А кто решает, где предел органов чувств? Решает опыт, решает измененное состояние сознания. По мере расширения наших пяти органов чувств мы начинаем сливаться с пространственным временем не трехмерно, а многомерно. Мы по большему счету считаем, что мы живем в трехмерном мире. Но на самом деле мы живем в многомерном мире. Но наши слабые пять органов чувств способны выкроить из этой многомерности какую-то плоскость. Допустим, есть кубик, кубик это объем, а есть плоскость, это мышление человека. И это плоское мышление человека пытается объемный кубик с разных сторон ощупывать. И с какой бы стороны мы плоскостью не наложили бы на куб, либо куб, какой мы боком не положили бы на плоскость, плоскость всегда будет видеть плоскость. И вот расширяя свою плоскость, пять органов чувств, мы будем становиться таким же объемным. И вот по пути этого расширения мы встречаем разные мистические опыты. Первый мистический опыт подобен зазеркалью. Как будто мы и спим, и бодруствуем одновременно, и в то же время мы находимся посередине, между реальностью и фантазией. Это называется зазеркалье, либо ситки называют это турия. Потом нас начинает размешивать в пространство, будто тело как сахар в воде рассеивается, и наш разум сливается с пространством. И тут начинаются мистические опыты уровня самадхи. И уже только опыт нам определит, как глубоко мы можем решиться, развернуться в этой геометрической опыте. Ты сейчас проговорил этот целый путь, и там уже очень глубокие состояния. Если человек находится только в начале пути, причем у каждого начала оно действительно очень разное. Ну вот человек, он рождается. Он рождается с чистым разумом. Разум и ум – это одно и то же. Или ум дает пищу, а разум что делает? Ум получает информацию, разум анализирует, делает выводы и складывает это в багажник, в интеллект. Но это лишь определение. В каких-то традициях эти функции другими бы определениями навешали. В одних традициях разум кто-то под умом понимает, в каких-то под другой терминологии. Тут нет единого измерения определения, чтобы одинаково общаться. Просто почему я спрашиваю? Потому что мозг, разум и ум, как я это чувствую, именно они складывают вот эту призму и картинку нашего мира. То есть каким-то образом вся информация, которую мы получаем, социума и то, насколько мы воспринимаем, обрабатывается в нашем сознании и выстраивается картинка. То, что мы говорим, фантазии. То есть выстраивается какой-то потенциал нашей фантазии, и мы воспринимаем мир и видим вот таким образом. У нас есть пять первичных проявлений. И цифра 5 для нас сакральна. Все делится на 5 определенную мерность. Пять пальцев, пять органов чувств первичных, явных, пять органов плотных, пять желез, полых органов, пять чакр, которые имеют тегле, две руки, две ноги, одна голова. И все идет постоянно делением по пять, по пять, по пять. И у нас есть пять таких же аспектов разума. Если сложить нервную систему мозга, кишечника, головного и сердца, то у нас есть пять проявлений разума. Каждая традиция абсолютно про них знает и их развивает. Но у них терминология разная. И вот первый аспект разума называют концентрация. Это способность собирать и фокусировать внимание на объекте. 100% внимания мы сфокусировали, либо частично 5, либо 50, а остальное размазано. Идеальная концентрация – это 100% управлять вниманием. За эту деятельность отвечает лобная часть головного мозга. А второй аспект разума – образность, либо еще называется визуализация. За визуализацию отвечает мозжечок, затылочная часть головного мозга. Дальше рациональность – это левое полушарие. Это как раз способности ума, разума, интеллекта. И четвертое – это интуитивность, правое полушарие, чуйка, чутье, интуиция. И пятый аспект разума – это мудрость, глубина мировосприятия. За эту способность отвечает центр головы, шишковидные железа. То, что объединяет лобную, затылочную, левое и правое полушария мозга. И вот мы должны развивать все, стать целостным. У кого-то сильная констрация, слабая визуализация. Кто-то хороший интеллектуал, но слабый интуитор в творчестве. Целостность должна быть. Вот это пять аспектов нашего разума. Чем отличаются сознание и подсознание? Сознание и подсознание. Можно привести только пример, что мы в темной комнате фонариком светим на стену. И на стене появился круг от фонаря. Вот это то, что светлое, то, что мы видим, это сознание, а за его пределы в темное. Это подсознание. То, что мы не осознаем бессознательно. И основные программы жизнедеятельности у нас именно там. Рефлексы, как что-то сделать. Мы обожглись, мы не думаем, ай, горячо, дай-ка я дернусь. Мы обожглись, сразу дернулись. Потому что у нас накоплен опыт. Мы когда-то там в каких-то воплощениях обожгли, стало горячо. Этот опыт накопленный и стал автоматическим, рефлекторным. И вот как привычки. У нас все привычки в подсознании. И как говорится, есть ли хорошие привычки? Сказать кому-то удачи, пожелать еще что-то по привычке. Но на самом деле привычек хороших нет. Привычек – это бессознательное рефлекторное действие, в котором нет осознанности. И энергии там нет. Да, и нету энергии. Одно дело пожелать удачи по привычке, а другое – от души. А другое – делать от души. То есть мы на каких-то уровнях низкой осознанности, подсознание помогает нам выживать. В виде рефлексов, как рептилии и животные. Но мы эволюция выше, мы должны осознать свое подсознание. Быть сверхпроводником скорости информации в себя. Это как один потерял ключи дома. Интеллектуал будет вспоминать, где они могут находиться, и потом подойти в взятие. Тот, кто находится на уровне рефлексов, начнет бегать по квартире и искать. А тот, кто вышел за пределы влияния ума, потерял ключи, это в уме сработало. И тут же возник ответ, где они лежат. Хорошо. Можно ли сказать, что бессознательное строит наш мир? Строит человека, выстраивает его вообще структуру, его тело, взаимоотношения с людьми, что он видит, что он чувствует. Абсолютно. У нас подсознание выстраивает синхронистичность событий. Поэтому если человек не в ладу со своим подсознанием, то он не в ладу с жизнью. И для этого как раз и нужны медитации. Обычно спрашивают, для чего мне медитировать? Как минимум увеличить силу разума и быть более ресурсным в своей задаче. Не важно, это духовность, спорт, либо творчество, либо бизнес, работа. А второе, жить душой и быть в ладу с внешним миром. Потому что это подсознание. Все, что мы видим вокруг себя, это вывернутое подсознание наизнанку. У меня был момент, в котором я очень ярко поняла, какие у меня есть бессознательные программы. Момент на гвоздях. То есть я поняла, что на самом деле мне не больно. Ну то есть это мой мозг просто. Прежде чем я уже стала на гвозди, мне уже было больно. Потому что мой мозг такой, так это что-то острое, небезопасное. Вообще включается страх. Очень много разной энергии поднимается. В момент, когда я начинаю дышать правильно, успокаиваюсь. Все, мне не нужно даже кричать или переключаться. Все, я просто фокусируюсь на дыхании. И понимаю, что даже когда я вниманием в стопах, я не чувствую там именно физической боли. То есть она находится вот здесь на самом деле. Но для этого мне нужно пройти определенный путь. То есть это прям поговорить с собой, соностроиться, сделать дыхание. Потом убрать разговор и сфокусироваться только на чувствовании и наблюдении. И это проходит не каждый раз. То есть есть моменты, когда у меня просто красная лампочка в голове включается. Больно, больно, больно. И сложновато перестроить. С чем это связано? Боль – это язык Бога, который говорит, обрати сюда внимание. Ты тут сам себе сопротивляешься. У тебя тут проблема. И когда нам больно, срабатывает рефлекс боли, мы хотим уйти. И на самом деле нужно это изучать, как созерцание внутренней правды. Направлять сюда внимание. Медитатор, у кого сильный ментал, он может вниманием погружаться. И чем глубже мы в объекте боли, тем раз, а та боли-то и нету. И мы входим в некое отрешенное состояние, растождествление с болью. Все мы не чувствуем. Те, у кого нету таких ментальных способностей, даже забыли про самый главный инструмент диалога, коммуникации со Вселенной – это общение. Это язык. Человек думает, что внутренний отдел, и мы начинаем с ним бороться. Ты враг, тебе не должно быть и так далее. А ум постоянно стремится быть нам полезным. Он нам не враг. Он постоянно пытается быть нам полезным. Но наше убеждение, что он нам враг, мы от него убегаем, и он в хаосе, как недолюбленный ребенок, за нами бежит и пытается что-то рассказать. И вот, когда у нас боль и соблазн «хочу уйти», как минимум диалог сами с собой. «Так, боль, расскажи мне, что у тебя болит? Привет, где? Покажи, направь меня!» И он начинает вытаскивать здесь, здесь, здесь. «Так хорошо! А что это? Реально ли это боль? Болят стопы?» Он, да, раз посмотрели, нет, не стопы. Раз, и мы так постоянно диалогом общаясь с самим собой, выходим, что это ум. А действительно ли это боль? И раз ум останавливается, он встал в стопы, боли-то нет в уме, и мы тоже входим в изменённое состояние сознания. То есть мы можем войти в эту изменёнку либо посредством медитации, либо посредством диалога с самим собой. И не нужно бороться с самим собой. Получится, что ты объяснила вот такую некую концепцию, да, именно связи диалога, и можно применять абсолютно к любому аспекту, который на уровне сознания. То есть нам даётся какая-то, даже на уровне бессознательной какой-то программы. То есть есть понимание, что там рефлекторное, да, на уровне того, что просто вот в этом тёмном пространстве, которое не освещается лампочкой. И получается, для того, чтобы выявить аспекты бессознательного, нужно вести диалог, тоже можно использовать, правильно? Да, да, да. Диалогом мы будто крупица за крупица из этой бессознательности что-то выдёргиваем. А медитация — это свечение лампочки во всю стену расширить. У меня просто было несколько таких состояний, когда я чувствовала, что я поняла законы мирозданий. Это было с помощью определённых практик, дыхания чаще всего, когда ты просто теряешь определённую связь, мозг наполняется кислородом и переживаешь. Это даже невозможно описать словами. То есть это просто чувствование того, что вот так. Но потом, возвращаясь в этот мир, то есть у меня до сих пор вопрос, как вот эти вот знания, которые там получились. То есть поменялось очень много вообще состояния, восприятия, эмоции на какие-то события, на все события, не на какие-то, абсолютно на все. Но и когда я вхожу ещё раз в практику или происходит вот такое переживание, что я думаю, что поняла законы мирозданий, то как будто бы я не поняла их в первый раз. То есть получается, что нет какой-то конечной точки, когда мы полностью осознаем, как это работает. Из мистического опыта можно вытащить только истину. Только истину. Что это значит? Я сейчас скажу слово, а потом будет понятно, что это обозначает. Из мистического опыта ложь нельзя интерпретировать в мир. То есть есть несколько уровней, которые мы хотим вытащить сюда. Первое. Кто-то хочет вытащить энергию и силу. Второе. Кто-то хочет вытащить знания и их тут использовать. Но и энергия, и сила, и знания – это иллюзия. Единственное, что можно вытащить – это состояние. И вот мы, расширяясь в геометрию, в мистический опыт, мы проходим зону огонь, вода и медные трубы. И если прошли все три стадии, мы достигаем ясного света, любви. Безусловно, это любви. И вот зона огня – это когда мы пытаемся вытащить свои страхи и боремся сами с собой. Нас разворачивает, мы этого боимся. Зона воды – это когда мы хотим вытащить энергию. Энергетическую силу, энергетическое потенциал. Почувствовали, как наше поле расширяется, много энергии становится, могущественно себя ощущаем. Потом зона медных труб – это когда мы свои фантазии либо идеи хотим запомнить. Они настолько стали масштабными, что здесь, если я их запомню, расскажу, то у меня там награда, там Нобелевская премия, это там все эзотерики искали, я тут это раскрыл. И по большому счету это то, что нас отвлекает от истины. Слова скрывают смыслы, а смыслы скрывают суть, любовь. И мы по пути либо цепляемся за слова, либо цепляемся за бесконечными смыслами, в том числе за смыслами жизни, пока не познаем суть. И вот все смыслы всех воплощений, как множество троп, которые ведут на одну и ту же вершину горы, и это любовь. И вот удерживая какие-то знания, либо какую-то энергию, это сродни того, что мы удерживая одно, и в этот же момент мы ограничиваемся от всего остального. И в этом парадокс. Мы на самом деле, пытаясь что-то запомнить, разграничиваем себя от более масштабного. И вот нужно быть настолько в глубоком нецеплянии, даже со самыми сокровенными знаниями, и вот медные трубы. Нас будет соблазнять запомнить то, не самое какое-то тайное, а то, чему мы сами хотим соблазниться. Потому что мы разворачиваемся внутри себя, и мы знаем, чему мы хотим соблазниться. И нужно проявить настолько тотальное нецепляние, чтобы развернуться дальше, до тотальной остановки картины мира, войдя в состояние, безусловно, любви. Это единственное, что можно оттуда вытащить, потому что это единственная реальность. А все остальное, наше сновидение, в котором мы запутались, недоигранный сон внутри другого, недоигранный сон внутри другого, и мы в каком-то сне думаем, так, а какая же цель души, надо вспомнить. И попадаем еще в один сон, потому что это была разрывная связь, искаженная с опорой на какой-то другой сон. Как достижение познания этой истины помогает сбалансировка полушария мозга? Прямое. Потому что сбалансированный полушарий мозга – это ясность и нецепляние. И когда мы получаем мистический опыт, нам уже нет желания за это цепляться. Мы просто разворачиваем, это нас и не пугает, и не соблазняет. Потому что наше физическое тело – это продолжение нашего разума, это тоже наше подсознание. Поэтому мануальчики могут по проблемам в теле, отложения солей сказать, у тебя там в 7 лет была проблема с папой, у тебя там в 15 проблема с мамой. Просто ощупывая тело, потому что это все программа нашего подсознания. И наоборот, развивая тело, ощелачивая его, мы становим свое подсознание более гибким, более чистым. Между ними нету связи. Мы говорим обычно, ищем, что первично – тело, душа либо дух. А первичен их союз, и ум только их поделил. Когда мы испытываем мистический опыт, между ними вообще нету разницы. И поэтому первое время, когда вылазишь из мистического опыта, твой ум обратно собирается в тело, и ты думаешь, то ли ты встал, то ли ты говоришь, что я встаю, то ли ты физически встаешь. Просто ты не понимаешь, потому что ум еще не ожил. Ты настолько еще чистый тотально, что ум еще не разделяет этих действий. А что такое сбалансировка? Сбалансировка – полшаря мозга? Да, ну что это означает? Это действие, что в этот момент происходит, и что такое разбалансировка. То есть ты говоришь, когда, допустим, превалирует либо левая, либо правая. От чего это зависит? И мы изначально рождаемся с сбалансированным умом или нет? Ну мы уже далеко ушли от изначального, что игра в игре и игра в игре, мы уже от прошлой доли, от прошлого опыта имеем потенциал сегодня. Прошлое определяет наше настоящее. И если полный человек был сбалансированный, то это просветленный при рождении. Ну не просветленный при рождении, а чистый, ясный при рождении. Он как в зазеркале находится, в турии. То есть рождались мы не такие? Уже у нас есть какой-то дисбаланс? Какой-то да. Это связано с кармой и прошлыми жизнями или с чем-то другим? Это связано... Ну карма это наше прошлое жизни, в любом случае это связано с прошлыми жизнями. И для кого-то, кто был бессознательным в просто жизни, это как урок, как рок. А для кого-то, кто осознался, он может быть повторить это как игра. Ему понравилось, но хочется еще сам сыграть. Нас никто не ограничивает фантазировать любые игры. И чтобы стать совершенным, вот просветленный, абсолютно совершенный, чтобы стать еще совершенней, он может только ограничиться, чтобы повторно это все познать. И вот поэтому бесконечно сворачиваемся, сворачиваемся, как вдох и выдох, вдох и выдох. Это космическое дыхание, как бесконечность. И когда нарушается баланс полушария мозга, то, что говорят, ум за разум зашел, у кого-то превалирует рациональность, и он интуитивности не понимает. Да какого-то мы там энергетики говорим, да вы какой-то в секту попали, еще что-то. А у кого-то правое за левое заходит, летает в облаках, весь такой сияющий, но ничего не получается, приспособиться к жизни не может, рациональности, сборки внимания не хватает. Рациональности это правое или левое? Левое. Левое. А должен быть баланс. Должен быть баланс. Раньше духовность и наука были едины. И когда их разделили, наука на духовность смотрит, как что-то аморфное, а духовность на науку смотрит, как плоское, а вы нас не поймете. Поэтому в Тибете сохранили такое определение, как духовная наука, между ними не должно быть разницы. Если говорить, что духовность сильнее, тогда давайте мы вам левое полушарие мозга отрежем. Если вы говорите, что наука сильнее, тогда давайте вам правое полушарие мозга отрежем. Зачем оно вам? Природа уже вам это наделила, а природа не ошибается. Все должно быть цельно. Система сварга — это моя так называемая духовная наука внутреннего самосовершенствования тела, души и духа, где соединен и опыт и знания, то есть прокачивается как опытная составляющая, так и рациональная человека. По взаимосвязи мозга, ума, сознания, тела, энергетической составляющей. Это достаточно такая трудоемкая и глубокая работа. Ей система является закрытой. И для подготовки к ней существуют предварительные практики, сварга предварительная. Для помощи человеку окрепнуть, подготовить корни, то есть чистоту тела, чистоту разума и первичный набор энергии, чтобы он уже мог как-то с ней заниматься. Ориентирована для любого желающего, у которого цель его зрения — внутреннее духовное развитие. Даже если человек занимается только практиками сварга предварительная, уже не переходя на саму глубину всей сварги, уже будут результаты и очищающие процессы в теле, в центральной нервной системе и первичные запуски регенерации клеток. Если человек не может получать удовольствие от практики, то как бы хорошо он ее не выполнял, считает, что ее не можешь заниматься, не можешь выполнять. Практика сварги предварительная, они достаточно простые. Их осилят любой и мужчины, и женщины в любом состоянии возраста и здоровья. А технически и физически можно ли как-то измерить дисбаланс полушарий? Есть ли какие-то приборы, которые могут это сделать? Да, это упражнения специальные. Наш мозг — это корень нервной системы. Пальцы рук, пальцы ног — продолжение нервной системы. И любой координацией мы способны сбалансировать полушарий мозга. Правая часть тела в доминанте влияет на левую руку и правую ногу. Левая полушария на правую руку и правую ногу зеркально. На уровне здесь расходятся, и на уровне почек обратно расходится связь. И если у человека хорошее, значит, у нас сбалансировано полушарий мозга. У правшей сильнее левая, у левшей сильнее правая. Раньше у казака было оскорбление спрашивать, кто-то левша либо правша. Каждый казак обоими руками должен работать одинаково. Вот есть в Спасе такое упражнение, называется «Вейга», «Южный ветер» у славян очень назывался. Это определенное движение, когда мы и руками, и головой, и телом вращаем. В Индии аналогично называется «Танец Шивы». Если человек может управлять одновременно головой, руками в разных плоскостях и телом, коленями, тазом и плечами, и все одновременно, у него очень мощный мозг. Проверить очень просто. Человек берет две ручки, две ручки, и одной рукой рисует круг, а другой рукой рисует треугольник. И одновременно, одновременно. И на минуту время засекают. В течение одной минуты он должен нарисовать минимум 10 пар. Вот норма среднего статистического человека – 7 пар. 7 пар он может нарисовать и там 20, и 30, но выбирается только красивые. Где круг похож на круг, а треугольник похож на треугольник. У треугольника, кто не знает, три угла и ни одного нету сглаживания. А у круга ни одного угла, все ровненько должно быть. Вот такие учитываются. 7 пар – это норма, должна быть среднего статистического человека. Хорошая интуиция, хороший интеллект. Но сегодня у большинства людей три пары. Три пары. Это настолько рассеянное внимание, нарушение координации. Тот, кто хочет быть успешным в энергетических практиках, должен уметь минимум 10 рисовать. А тот, кто хочет преуспеть в медитативных практиках, норматив 20 пар. Получается, используя эту практику и идя к результату 20 пар, что это человеку даст в физическом мире? Что изменится у него? Балансируя полушарие мозга, как я уже говорил, лобная часть головного мозга отвечает за концентрацию затылочную, за образность, визуализацию, рациональность, интуиция и мудрость. То есть, балансируя полушарие мозга, у нас все пять этих аспектов разума развиваются. Концентрация, интеллект, всю память, все-все-все-все. То есть, у человека будет улучшаться память, он сможет выполнять задачи нерассеевое внимание, то есть, быть более продуктивным и ресурсным. На что еще это может влиять? Вот именно на физике проявление. Потому что очень многим людям интересно, когда идут такие мудрости, расслабенности, им не очень понятно, им важно, чтобы, например, какие их задачи или вопросы будут закрыты. И вот с точки зрения концентрации и отсутствия вообще рассеянного внимания, что быстро выполняешь задачи, абсолютно все. И это улучшает, ну плюс, получается концентрация, она, в принципе, улучшает нашу жизнь. Она стоит в углу всего. Без внимания мы не добьемся ни в практиках, ни в социальности, ничего. И удовольствие не будет. То есть, мы просто пропускаем еде, удовольствие нет. Мы посты пропускаем абсолютно верно. Мы не живем, мы где-то в облаках. Бывает, человек идет по улице, у него состоялся с кем-то диалог, разговор, и он идет по улице, и сам собой говорит, вот я бы привел бы ему такой бы аргумент, убедил бы, я бы привел бы ему такой бы аргумент, убедил бы. Уже диалога нет, это уже не в реальности, уже все закончено, выдохни. А у человека идет, летает в облаках, пропускает там, на лужу наступает, споткнулся, упал. В реальности его нету, то есть бдительности его нету. Вот эти мысли, кто подбрасывает? Ум их проецирует? Подсознание. Подсознание выбрасывает. Подсознание на основе ложных каких-то программ, или почему вообще, откуда это дело? Ложных программ. Программа непонятости, программа «тебя не уважают», «тебя не поймут», «тебе нужно проявиться», «тебе нужно быть лидером». И эти психические психотипы, норм поведения, мы начинаем из этого шаблона кому-то чего-то доказывать. Это такой замкнутый круг. Получается, что подсознание подкидывает программу лидера, и условно понимая, что потенциал у этого человека, он его не развил в этих лидерских качествах. Получается, он гоняет его в этот круговорот, в цикличности, когда он просто сливает энергию. И здесь даже более того, что человек начинает жить от иллюзорных целей. Его какой-то страх, его попытка кому-то доказать выбрала цель, что он должен достигнуть на финише. И он живет ради чего-то доказательства. А когда он начинает реализовать это, он не радуется этому, потому что цель была не от души, цель была от доказательства. То есть изначальный старт был неправильный. И так человек живет всю жизнь, кому-то чего-то доказывая. И он не может получить, вкусить вообще удовольствие, жить ради себя. И вот прежде чем стремиться к какому-то финишу, к какому-то результату, нужно пронаблюдать, откуда вообще старт идет. Либо я рефлекс кому-то чего-то хочу доказать, либо это слабость моих вкусовых рецепторов, либо соблазнов, либо это ум навешал ярлык, что это модно, это выгодно, либо это душа тянет. И вот из этих четырех показателей нужно выбрать один от души, и тогда финиш будет сладок, мы получим удовольствие. И высока вероятность запутаться в ложных рефлексах, желаниях и умозаключениях ложных. Возвращаясь к твоей метафоре, да, с светом, и то, что освещает, это то, что у нас сознание, все остальное это бессознательное. У тебя как это работает? Ты уже осветил все бессознательное? Нет, если человек освещивает все бессознательное, это просветленная личность. То есть это конец игры или как, что это означает? Конец бессознательной игры. То есть темные участки, то есть карма перестала проявлять неожиданно для нас какие-то события, все абсолютно в полном панк-контроле для нас, и мы уже просто наслаждаемся душой. Захотели закончить игру, вышли из нее, тогда тело вспыхнуло в свет, захотели сыграть, материализовались. Хорошо. Что дает в материи, именно на уровне физики, осознание аспектов бессознательного? Для чего нужно увеличивать вот этот световой круг, да, и с каждым разом брать больший объем? Во-первых, мы уже будем четко понимать приоритетную связку, что эта задача мне не нужна на самом деле, это вообще фантики, мне вот этого хочется. То есть мы будем свой финиш четко видеть, от чего наслаждаемся, раз-второе. Максимально эффективные инструменты, как этого реализовать. И третье, просто радоваться, быть в счастье, быть душой, не терять себя, не терять душу. Какие еще есть инструменты, которые можно достичь познания бессознательного? Все начинается с расслабления. Утемнение зоны бессознательного, это напряжение, расширение, расслабление. И вот это сжатие, расширение у нас на всех уровнях, на физическом устали, расслабились, на эфирном инь-янь, на психическом мозг эмоции, левое, правое, полушаре мозга. И на ментальном это присутствие и цепляние за объект. И вот мы должны расслабиться, чтобы это все соединилось. Расслабить тело, расслабить психику, расслабить ум. И тут начинается настоящая медитация, медитативная практика. А так многие практикуют через напряжение. То есть уже даже старт ложный, из-за лжи пытаются чего-то добиться. То есть получается, осознание бессознательным, это может сказать, что это движение в сторону правды? Ты каждый раз понимаешь, что это правда? Абсолютно верно. Это движение в сторону правды. А как отличить правду от иллюзии? Вот допустим, что ум настолько хитрый, что он, скрывая ложные убеждения в бессознательном, он как бы интерпретирует это правдой, но на самом деле это не так. Как понять, что сейчас бессознательность раскрылась, и ты вот осветил этот момент? Плодом достижения правды является наслаждение, душа. То есть это бессознательный участок в нашем подсознании, как темная комната. Это по большому счёту светлая часть ум, сознание, а тёмная часть – это душа. И немножко расширив грани бессознательного, нам становится приятной. Немножко ещё расширили, ещё приятней. То есть если мы достигли какого-то рубежа, и мы просто кайфуем, получили от этого удовольствия, мы проявили душу. Это всё. Душа тут есть, это правда. Если мы добились чего-то, и мы не можем даже порадоваться, то тут нету правды, тут нету души, это ложь. А что, если мы не можем порадоваться из-за вот этих ограничивающих убеждений, которые лежат бессознательно? Может ли быть такое? А значит, и не произошло расширение. Мы расширились, бессознательные программы обозначились, они обозначились, они растворились. Все одновременно? Нет, постепенно, расширение не так сразу, раз и всё. Горизонт за горизонтом. Сначала какие-то недавние программы, потом более глубинные, потом родовые, и потом при рождении в утробе матери, потом до воплощений. И так мы расширяемся до пределов. Можно это кто-то по-чисточку сделать или нет? Только люди с высшими способностями. Люди по способностям обычно в традиции делят на три класса. С младшими способностями, это те, кто не могут заниматься практиками, им охота, чтобы кто-то сделал за них. Вместо оздоровления выпить таблетку либо лекарство, вместо очищения психики пойти к психологу сходить, вместо накопления энергии по местам силы поездить. Это младшие способности. Средние способности, это уже внутренняя алхимия, сделать то же самое только изнутри. Подышать, помедитировать, в пранаямы выполнить энергию насытиться. А люди с высшими способностями, им практика не нужна. Они находятся в туре, в зазеркалье. Визуализация сработала, это реализовалось. Таких называют махаситхи. Скажи, а мы можем дать нашим зрителям домашнее задание? Например, ты говорил о том, что нарисовать какое-то количество фигур, одинаковое или разное, нашими руками. Какие еще мы практики можем посоветовать? Или можем взять эту же, например, как что-то нужно делать, как правильно это делать? Давай немножко подраскроем, где именно домашнее задание. Я сторонник целостного развития. Если практиковать, то всесторонний. Не так, как медитация развивается, тело закисляется, а души нет. И получается, как лебедь, рак и щука, все размазалось. Все должно в одном русле. И получается, я бы, наверное, дал бы три практики. Первая практика для тела. Задержки дыхания довести до 60 секунд. Выдохнули, закрытый нос закрыли. И включая метроном, время пошло. И научиться, допустим, 5 подходов минимально 60 секунд. Все тело щелочное, здоровье. Нос обязательно закрыт, потому что, когда нос открыт, мы делаем микровдохи, микровыдохи, того не подозревая. А когда нос закрыт, создается внутренний вакуум, клеточное щелачивание. Первое. Задержки дыхания. Второе. Тогда тело психика. Психика – это мозг. Она в физиологии нервная система. Корни нервной системы – это мозг. Сбалансировать полушария мозга в течение минуты минимум 10 пар, норма 20 пар. И для разума… Пар одинаковых, прости, одинаковых фигур или разных? Ты говорила, что там получается… Одна рука круг, другая треугольник. Одна рука круг, другая треугольник. Соответственно, разные. Ну, красивенькие. И духовная практика – любовь. Здесь бы самая первая практика, с которой научиться надо выполнять – это просыпаться и, прежде чем открыть глаза, улыбнуться. То есть поймать рефлекс открытия глаз, сначала улыбнуться, а только после этого открыть глаза. Потому что первая секунда и от секунды до 10 минут, когда мы открыли глаза, это самое главное. Именно они определяют жизнь. Если мы потянули за телефоном будильник отключить и по пути еще зависли на полчаса в соцсети, то весь день выстроится от возбуждения, от хаоса. Первые 10 минут нужно быть в покое. И вот так называемое искусство улыбки. Прежде чем открыли глаза, улыбнуться. Мы преодолели рефлекс. А рефлекс – это бессознательная, черная зона нашего подсознания. И вот если человек успел улыбнуться, прежде чем открыл глаза, у него уже жизнь начинает выстраиваться от души, а не от возбужденного ума. Вот три практики. Дыхание, круг-треугольник, улыбка перед открытием глаз. Благодарю тебя. Дорогие, обязательно напишите обратную связь, как у вас работали эти практики, с какими вопросами вы столкнулись во время их выполнения. И мы с радостью на них ответим. Я благодарю вас за то, что вы досмотрели это интервью до конца. Ставьте лайки, колокольчики, подписывайтесь на наш канал и делитесь нашими видео с вашими близкими. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok